Вопросы о перезахоронении тела Владимира Ильича Ленина Какова позиция Церкви по данному вопросу? Вообще, Церковь свою официальную позицию не высказывала. Но некогда покойный святейший патриарх Алексей говорил, я даже тому свидетель, и это даже по телевизору транслировалось, что нехорошо, конечно, что в самом таком центре Москвы устроили кладбище. Это действительно было. Но если на эту тему порассуждать, я уже, по-моему, это пятая волна в моей жизни, что-то вдруг не с того не с того начинать обсуждать захоронение Ленина. Я даже не знаю, с чем это связано. Может быть, какая-то информационная пауза. Либо где-то родился белый тигр, либо надо Ленина хоронить. Как-то вот... Ну, я, так как я воспринимаю этот персонаж отечественной истории как личного врага, поэтому я не устану говорить о том, что неплохо бы, конечно, он, мумия его, покинула Святую Красную площадь. Это для меня было бы приятно и для, я думаю, всех людей, которые, ну, читают книжки. Потому что человека, который нанес нашей стране большего вреда, чем Ленина, трудно вообще отыскать. Вот их так много в истории, конечно. Ну, вот, так как этот правитель был совершенно нелегитимный и путем переворота захватил власть, и то, что он сотворил с нашим народом, организовал Холокост. И геноцид русского народа, и всех лучших русских людей, и церкви в частности. Ну, это сравнимо с тем, чтобы если бы в Берлине стояла такая же гробница с телом Гитлера, или с тем, что там от него осталась челюсть, какой-то кусок черепа. Вот, это просто насильно. Несмотря на то, что определенная часть германцев по-прежнему является неонацистами. Так сказать, и, конечно, так не бывает, что в каждом обществе есть люди, которые, ну, приветствуют какие-то аномалии. Но, вот, германцы решили от этой части своего прошлого отречься и в этом покаяться, если в этом участвовали. Так, наш... Наш тоже черед в этом. Потому что, ну, это какой-то абсурд. Вот, сейчас главная угроза, мы это повторяем, угроза терроризма. Ну, почему человек, который основал, основоположник является красного террора в нашей стране, когда без суда и следствия расстреливают лучших людей в каждом городе? Почему, вот, он должен вот так, в таком месте, как Красная площадь, вот, торжественно захоронен, да и то, вот, так сказать, его мумия выставляется на всеобщее обозрение. И это же, ну, как-то вредно даже для народного сознания. Потому что, ну, как-то голова кругом идет. Вот сейчас собираются ученые наши собирать учебники по истории. Я думаю, там адекватно будет оценена роль этого человека. То главное, что он пришелец. Хотя он родился и в Симбирске, но все-таки он приехал в Швейцарии на немецкие деньги. Как у нас принято, говорит, засланный казачок. Поэтому я, собственно, не понимаю, почему нужно вот это поддерживать. Я бы и дальше пошел. Я бы убрал и вот как из названия очистили Санкт-Петербург. Это же не он строил. Никакого отношения к Санкт-Петербургу не имел. С какой стати? В каждом городе улица Ленина, в Москве улица Ленина, Ленинский проспект. Он, что ли, строил? Было всегда Калужское шоссе. Это человек, из которого вот наша столица, например, лишилась множества памятников культуры. В одном Кремле половина церкви уничтожена. Древнейшая. Это же все как бы его рук дело. Это он все затеял. А если вернуться к именно факту перезахоронения тела. Есть такая версия, что вот Мавзолей, он находится ниже уровня земли. И в принципе это и есть захоронение. Вот одна из версий. Это не совсем правильно, потому что прах должен отойти в землю. Земля есть, и в землю отойдешь. Но он же не в земле. У нас есть горы, есть низменности. На мой вкус, вообще мы не место на земле. просто даже. Ну, по крайней мере, на нашей. Я вот как-то... Да, в прошлом году был в Цюрихе, и там дом мемориальный. И написано, здесь жил фюрер русской революции. Вот, я думаю, там, если хотят, пусть в Швейцарии фюреры и хоронят. А как-то уж, ну, побыл и достаточно. Ну, мы достаточно натерпелись от того, что он с собой олицетворял и что он здесь со своими соратниками организовал. Вот достаточно. Поэтому его такое тлетворное влияние надо закончить, поставить точку. Это все равно будет закончено. Это... Тут никаких других мнений. Ну, можно еще подождать, пока все ленинцы отойдут в мир иной. Но я не вижу причин, что будет, что у нас революция от этого. Да никто даже бессонные ночи не проведет. Когда захоронили Сталина, никто вообще не крякнул. Ну, похоронили и похоронили. Вот. Ну, я понимаю, некоторые люди, для них это ну, является чем-то важным ну, для нашего народа, для его истории, и особенно для воспитания молодежи. Гораздо важнее, чтобы его не было. И его имя даже не стоит упоминать как, ну, некое черное слово. Вот. В русском языке есть такое понятие черное слово, которое не нужно даже произносить. Ни в шутку, ни в рассерженном состоянии. Вот имя этого человека относится к этому ряду. А если бы мы говорили не о Владимире Ильиче, чье имя связано с такими историческими моментами, а фактически вот тело лежит не в земле, не захоронено, получается так, это нормально? Ну, у людей это не принято. у каждого народа согласно своим верованиям есть и свой обряд погребения. На самом деле на загробную участь человека это никак не влияет. Но это тоже символ, что вот это существо не погребено, что его просто земля не принимает именно наша русская. Поэтому в русской земле похоронить это некое насилие над землей. Потому что у нас всегда к земле, так как мы народ землепашец, ну, такое отношение как к святыне. Земля это мать родная, которая кормит нас. И осквернять тело земли вот этим зловонным трупом, это конечно, ну, мне бы это не хотелось. Ну, может быть, как первый шаг, куда-то его убрать, куда подальше, ну, по крайней мере, с глаз долой. Мне кажется, это необходимо. А так вот, это разные же бывают обстоятельства. Сколько воинов наших святых страдальцев до сих пор не похоронено, и кости их торчат из земли. Так, слава Богу, сейчас вот юные следопыты и не очень юные участвуют в поисках останков, а уж прошло сколько, десятков лет, благородное дело. Вот, ну, на самом деле, они и все равно герои, и отдали самое дорогое, что у них была, это жизнь. Вот, а это ничего не отдал. Вот только он нас уничтожал. из двух вариантов либо оставить на площади как есть в Мозолее, либо захоронить как планируют в Подмосковье. Ну, конечно, захоронить лучше. Ну, это безусловно. То есть, какие-то ему воздавать почести, но мне кажется, это для нашего государства, страны, народа, церкви, это просто неприлично. Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.